Добрый вечер, дорогие телезрители! И для того, чтобы моменты новоселья не были омрачены менее радостными моментами, когда вы обнаружили ту или иную недоделку, мы ради исключения этих моментов затеяли сегодняшнюю тему – качество жилищного строительства. Мы начинаем. Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, уважаемые участники передачи! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Я бы все-таки вначале хотел сказать несколько слов о управлении Государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха-Якутия и о строительном надзоре, что это такое. Потому что даже мои знакомые и родственники имеют довольно смутное представление, что это такое. Государственный строительный надзор осуществляется не всех объектов, всех строек, а только тех, которые поднадзорны. Поднадзорны по параметрам. То есть, если говорить об объектах жилья, это получается, что они должны быть этажностью более трех. Если не живые здания, то должны быть более двух этажей и площадью более полутора тысяч квадратных метров. В республике нашей ежегодно строится 800-900 объектов ведется строительство. Из них в надзоре находится 300-350 объектов. В системе строительного надзора управления находятся три отдела. Отдел надзора за строительством промышленных объектов и линейных сооружений. Они надзирают за строительством дорог, газопроводов, линий электропередач, водозаборов. Вот такие объекты. Второй отдел. Отдел надзора за строительством объектов общественного назначения. У них в надзоре находятся объекты, ну вот как из названия, следует общественного характера. Это может быть объекты культуры, здравоохранения, дошкольного образования, школьного образования, спортивные, медицинские. Как правило, таких объектов в надзоре бывает у нас более ста. Вот из этих 300-350, которые в надзоре, более ста. Линейных тоже более ста. И остается у нас отдел, который ведет основную нагрузку. Отдел надзора за строительством объектов жилья. Таких объектов тоже в надзоре находится примерно 100 штук. Ну вот я говорю, все это примерно. Это в год. Таким образом, получается, я хочу сказать, что не все объекты, а вот 30-35% от строящихся объектов находятся под государственным строительным надзором. То есть строители, которые, допустим, строят таунхаус о трех этажах или двух этажах, они в принципе могут и не заявлять, скажем так, в соответствующий орган насчет надзорности? Да, к нам попадают в надзор объекты, которые проходят экспертизу, и они обязаны нам известиться. Ну вот, которые не поднадзорны по параметрам, соответственно, они, значит, к нам не попадают под надзор. Хорошо. Павел Ильянович, все-таки на что больше всего вот из этих 100 объектов жалуются граждане? Так, у нас в управлении проводится анализ поступающих жалоб, да, обращений. И, следуя из этого анализа, мы вот разделяем. Вот жалобы у нас поступают, они делятся, допустим, коммунальные, да, это жалобы на отопление, на электроснабжение, газоснабжение, да, вот такого характера жалобы. Потом есть жалобы за жилищные, это вот по общедомовому имуществу, вот не убираются там у них коридоры, не убираются у них дворы. И жалобы строительные, это вот как раз то, о чем мы будем говорить, да, жалобы по конструктиву, по строительному конструктиву. Если вот рассматривать вот эти жалобы, то, конечно, тут еще надо иметь в виду, что в новостройках, да, мы же сейчас говорим, в новостройках, жалобы разделяются, которые вот непосредственно вот человек пришел в квартиру, посмотрел, он увидел какие-то замечания. Вот такие виды жалоб. Вот потом жалобы, которые выявляются в первый год эксплуатации, вот он сделал ремонт, начал жить, выявились другие у него уже нарушения жалобы. И в последующие годы, если говорить о тех, которые непосредственно, да, вот человек получил квартиру, да, какие жалобы? Те, которые на виду, на поверхности, да, вот, допустим, трещина в стяжке, да, вот часто бывает. Вот, допустим, сок, андуи, да, стеклопакеты там у них продуваются, ну, по штукатурке и так далее, да. Человек сделал ремонт, сделал ремонт, дом влажный, еще не просохший, жильцы сделали сырые работы, виды сырых работ, штукатурка. Конечно же, получается, что тут еще надо учитывать, что такой фактор есть. Переселяются часто люди из деревянного жилого фонда. Там вентиляция построена совсем по другому принципу, да, дом дышит. Приезжают они в каменный дом, закрывают плотно двери, закрывают плотно окна, вентиляция перестает тянуть. Сделали они ремонт, мокрые виды работ. Вот, конечно, в квартире начинается сырость, на окнах наледь образовывается, может и плесень образоваться. Вот такого характера жалобы начинают поступать, да. Но это вот они связаны с тем, что жильцы неправильно эксплуатируют, да. Потом, после ремонта выясняется, что вентиляция плохо работает, да. Вот я вот сказал. Кстати, это больная тема очень, да. Ну, опять же, вот видите, тут может влиять то, что из-за сырости, да, дом непрогретый, и вентиляция начинает, она изморозью покрываться, да, и плохо тянуть. В течение года, допустим, дом прогревается, высыхает, и некоторые замечания, ну вот у нас тут есть уважаемые застройщики, они это лучше меня знают, да, некоторые виды замечаний, они сходят на нет. Это чисто так, на практике, которая получается, да. Вера Алексеевна, теперь, все-таки, будучи руководителем органа госвласти, да, вы же со своей стороны тоже осуществляете меры контроля за соблюдением качества, да, вот об этом, ведь государству в любом случае невыгодно, допустим, чтобы его граждане переезжали там в некачественное жилье, в любом случае. Я чисто по логике даже, да. Давайте вот немного о той политике. Ну, если говорить уже о государственном системе контроля, да, в принципе, государство прописало систему контроля качества, это то, что вот сейчас мы озвучиваем, в первую очередь заложенный государственный строительный надзор, это со стороны государства. В части качества строительства это необходимо сказать о государственной экспертизе проектной документации. Это тоже часть качества, которые на стадии разработки проектной документации и реализации этой проектной документации строителями, будем так, убираются те некачественно проработанные узлы и так далее. Поэтому следующий этап, так называемого надзора, это строительный контроль. Это прописано в законодательстве, в градостроительном кодексе. Строительный контроль осуществляет со стороны застройщика и со стороны подрядной организации, которая непосредственно осуществляет строительство. Поэтому это чисто внутренний контроль между подрядной и застройщиком. Там тоже есть определенный порядок и так далее. Далее, на качество влияет это саморегулируемая организация, то есть это допуск на выполнение той или иной работы. Поэтому если раньше было у нас лицензирование, лицензирование у нас ушло в прошлое, то сегодня саморегулированные организации, которые со своими членами, это тоже так называемые преграды и одна из мер обеспечения качества. Далее, если говорить о жилье, это договора долевого участия. У нас практически сегодня строим жилье по договорам долевого участия. И за счет государственных программ, когда есть, будем говорить так, как вы говорите, как со стороны государства, как со стороны Министерства строительства, конечно, мы смотрим на вопросы качества. Значит, это в части, когда идет исполнение государственных программ. Поэтому по договорам долевого участия там тоже есть соответствующие требования. 214 закон, это и добросовесть застройщика и так далее. Поэтому как бы выстроена система, она имеется в законодательстве. Вот если говорить о дефектах, или будем говорить так, на что обращают внимание граждане, это можно выделить, допустим, три этапа. Первый этап – это в тот момент, когда граждане подписывают акт передачи квартиры, и они имеют дело, и это на тот период, когда он принимает, так называемого, от застройщика своей площади и приглашают подрядную организацию или бригаду на выполнение, доведение квартиры до соответствующего состояния. И это после этого этапа, первый год эксплуатации, здесь необходимо отметить, кто выполняет работы, ремонтные работы, физическое лицо, которое привлекает эти бригады. Есть, конечно, бригады, которые неквалифицированные, которые меняют систему инженерии, теплоснабжение, дополнительные радиаторы, наоборот, радиаторы убирают, вместо ванных джакузи ставят, электричество меняют совершенно. То есть вмешиваются в проектную документацию, при этом не обосновывав, не проработав с проектной организацией, которая разрабатывала этот проект, и проект, который прошел экспертизу. Поэтому в этой части тоже надо выделить блок вопросов, которым надо заниматься. Здесь есть тоже сообщества, которые занимаются капитальным ремонтом. Они у меня были на встрече в субботу, мы с ними встречались и обозначили проблемы, которые необходимо решать, в том числе и на государственном уровне мы будем рассматривать. Ну и, конечно, это те дефекты, которые проявляются в процессе эксплуатации. Это испокон веков, это было и заложена норма в гражданском кодексе. Это проявившиеся дефекты в процессе эксплуатации. В той или иной степени, конечно, гражданин должен обращать внимание на все эти качества, вообще во все дефекты, которые он видит. Может быть, непрофессиональным взглядом, но в любом случае видит. Конечно, не все дефекты, можно говорить о том, что они влияют на качество. Есть технологические, так называемые, как стяжки какие-то, трещины. Они бывают технологические, которые не отражают на несущую способность и на безопасность зданий и сооружения. Поэтому гражданин в любом случае, те дефекты, которые обращают внимание, он должен ставить в первую очередь отрабатывать застройщиком, ставить вопросы перед управляющей компанией, если таковая есть, и обращаться в стройнадзор, в жилнадзор, в министерство строительства, писать обращения для того, чтобы эти все-таки дефекты были обозначены. Ну и, конечно, как правило, они устраняются. Если говорить о процентности дефектов, то первое максимальное обращение граждан это на первые два года эксплуатации. Потом утрясается система теплоснабжения, вентиляция начинает работать, и здание уже приобретает так называемые эксплуатационные такие вот характеристики, которые может жить и существовать. И еще хочу обратить внимание граждан о том, что на каждое здание, дом, жилой дом, есть техническая инструкция эксплуатации зданий и сооружения. Это на каждое здание. Эту техническую инструкцию эксплуатации разрабатывается в трех экземплярах. Один экземпляр передается в муниципальное образование с целью хранения и копирования. Один экземпляр передается в управляющие компании, и второй экземпляр для любому физическому лицу, который заявит. То есть это техническая инструкция, будем говорить так, каждое оборудование есть техническая инструкция. Точно так же здание это у нас не просто какая-то коробка, это сооружение, которое должно функционировать в рамках технической инструкции по эксплуатации зданий и сооружений. Граждане тоже должны соблюдать эту инструкцию. Верликсин, вы очень тонко укололи тех дизайнеров. Последнее время у нас какой-то дизайнерский подход, все дела. Заходишь иногда, вернее, когда получает гражданин квартиру, и после ремонта его совершенно не узнать. Снесено там энное количество каких-то плоскостей, возведены определенные эти, инженерка, как вы сказали, сильно видоизменена. И вообще, вот здесь, в этом отношении, каков алгоритм действий, чтобы согласовать вот эти изменения, которые вносятся людьми по желанию дизайнера? Ну, эта норма, она прописана и в градостроительном кодексе, эта норма прописана в жилищном надзоре, в жилищном кодексе. Это перепланировка или переустройство инженерных коммуникаций. В любом случае, если объект не сдан в эксплуатацию, то есть гражданин хочет поменять планировку в процессе строительства, и застройщикам они находят пути решения, взаимопонимания, застройщик это понимает. Поэтому он может принять желание гражданина, долевика, и вынести изменения в проектную документацию. И уже с проектировщиком отработать и детализировать все эти изменения, которые он хочет. Давайте звонок телефонный возьмем нашего телезрителя, извините, Вера Алексеевна. Говорите в эфире. Добрый вечер, дорогие участники программы. У нас проблема. Мы звоним жильцы трех жилых домов, 16-этажных, Папирогова 9. У нас во всех трех блоках одинаковые жалобы, как повышенная влажность во всех квартирах. Отсутствуют вентиля, еще, значит, не работают полотенцесушители, но основная жалоба у нас повышенная влажность. А кто у вас застройщик Папирогова 9? У нас застройщик СТ. СТ. Да. Каковы действия? Кто-нибудь прокомментирует? Очень коротко. Ну, я могу прокомментировать. Вот 16-этажный жилой дом, там, во-первых, температурно-влажностный, вот влажностный режим не на всех этажах. Мы это отмечаем. Там где-то, наверное, с 9-го этажа есть эти нарушения, возможно. Но здесь необходимо отрегулировать теплоснабжение и работу вентиляции заставить. Там в этом здании есть клапана, так называемые. Просто надо пояснить гражданам, ну, я, наверное, возьму на заметку, с СТ переговорим, потому что клапана надо открывать для того, чтобы заставить вентиляцию работать, чтобы продуло, протянул воздух. Ну, это чисто вот, это на уровне даже управляющей компании можно убрать эти нарушения. Хорошо. Клапана вы имеете в виду кив, который... Кивы, да. Клапаны, да. А вообще это явление, как оно, товарищи строители, оно вообще заслуживает применения в нашем регионе. Там диаметр вот такой, да? Вы знаете, если уж обратиться внимание, вот те объекты, которые строились в 50-х, 60-х годах, да, 70-х, деревянные дома, вы, наверное, видели, обращали внимание, что в деревянном доме всегда было отверстие. Да. То же самое. Абсолютный аналог отдушина, которая в деревянных домах применяется. В улучшенном виде. В улучшенном виде. Он еще с жалюзями регулируется и так далее. Но единственный момент остается тогда, как закладывают гильзы вот этого кив, то есть если там между стенкой и гильзой получается зазор, там, естественно, в любом случае будет тянуть холодом в холодное время года. Я, подытоживая итоги первого блока, представители управления стройнадзора, представители Минстроя, руководители Минстроя подчеркнули те основные виды недоделок, на которые нужно обратить гражданам внимание при подписании, до момента подписания, скажем, акта передачи квартиры. И во второй части мы обратимся, конечно же, к механизмам соблюдения качества, в том числе и представителям крупнейшего срона на Дальнем Востоке, Союза строителей Якутии. И сразу после рекламы, оставайтесь с нами, мы вернемся к теме качества жилищного строительства в программе «Народный контроль». Реклама. И во второй части нашей программы мы, конечно же, хотели бы затронуть механизмы саморегулирования строителей в части соблюдения качества, особенно жилищного строительства, представители крупнейшей СРО Дальнего Востока, Союза строителей Якутии, Айхал Габышев и Павел Третьяков у нас в студии. Давайте, вот, каковы механизмы воздействия на, скажем так, тех участников СРО, которые допустили снижение качества жилищного строительства? Ну, отвечая на ваш вопрос конкретно, мы по итогам 2017 года, прошлого года, исключили из нашего СРО 95 строительных компаний, которые не соответствуют требованиям СРО. А если объективно, глобально, то... Но это исключение, это не допуск к рынку. Это лишение доходов, лишение рынка. Все они уже закрываются. Это самое страшное, что можно представить. До этого, конечно, решением дисциплинарной комиссии предупреждение дается. После предупреждения дается приостановление на 90 календарных дней. А так, сегодня по всей России идет чистка от недобросовестных саморегулируемых организаций и от недобросовестных застройщиков. Если в начале 2017 года было 120 тысяч строительных компаний, то сегодня в России 85 тысяч строительных компаний. А так, вы правильно отметили, что Союз строителей Якутии сегодня является самой крупной саморегулируемой организацией в Дальневосточном федеральном округе. Мы объединяем 700 строительных компаний и объединили строительные компании Чукотского автономного округа и Магаданской области. То есть мы стали межрегиональными. Это благодаря 372-му федеральному закону. И как вы правильно отметили, для повышения качества строительства, для повышения безопасности строительных работ в законодательстве, в Градостроительном кодексе Российской Федерации внесены серьезные изменения. Теперь строительные компании должны вступить в ту СРО, где они зарегистрированы. И с 1 июля прошлого года, 2017 года, строительные компании должны иметь в штате минимум двух специалистов, которые соответствуют требованиям Национального реестра специалистов. Это стаж. Они должны иметь не менее 10 лет стажа в сфере строительства, высшее образование, отсутствие судимости. И каждые 5 лет они должны повысить свою квалификацию по безопасности строительства. А так, сегодня, действительно, как я сказал, в России 240 саморегулируемых организаций в сфере строительства. И по итогам с 2017 года, по итогам тотальной проверки прокуратуры и других надзорных органов исключили из Государственного реестра 49 СРО. СРО. И еще в зоне риска 100 саморегулируемых организаций. Прямо как с банками, да, получается? Идет укрупнение, остаются только добросовестные, которые соответствуют требованиям закона. Айхал Иванович, а все-таки до эфира многие говорили, что нужно больше акцентов уделять именно СРО, как механизму соблюдения качества. Насколько он действен? Все-таки. Вот, положа руку на сердце. Действительно, положа руку на сердце, действительно, сегодня с управлением Государственного жилнодзора и с нашим министерством архитектуры и строительного комплекса мы ведем системную комплексную работу. Да, у нас разработаны планы, совместно выходим на проверки и сегодня обращаясь к нашим уважаемым телезрителям, мы ждем любые обращения, заявки по отношению к нашим членам. И по данному вопросу, который озвучили наши телезрители, мы тоже в курсе и ведем работу с нашим членом СРО. Это группа компаний СТ. Они действительно строят очень красивые и качественные дома, но здесь решаемый вопрос. Да, в рейтинге застройщиков, по крайней мере, якутска СТ занимает одной из лидирующих положений. Иван Иванович, к вам, как заслуженному строителю России, как человеку с огромным опытом строительства, все-таки чисто по-человечески попробуйте мне объяснить. Вот люди особенно пожилого возраста говорят, раньше вот были стены воды, а сейчас вот такая вот кладка. Давайте все-таки технологии, они больше работают на качество или новые технологии имеются в виду, или все-таки они каким-то образом играют на понижение качества? Насчет новых технологий, почему стены? Стены раньше возводили кирпича, блоков, первое время даже без утеплителя, керамзитом, поэтому расчеты теплоотенческие расчеты делали и она проходила толщиной где-то 80. Такие же стены по новым расчетам после изменения тепловых параметров сейчас надо делать метр двадцать, по-моему, да? Метр двадцать, а это очень большие нагрузки, очень большие объемные работы и очень много будет стоить, ну, денежном вражении, суммарно. Поэтому, исходя из этого, разработали новую технологию, ну, в данном случае, например, монолитно-каркасная. Вот все думают, монолитно-каркасная, стена там действительно 20 сантиметров. 20 сантиметров простому ну, человеку, который не понимает строительства, ну, это же как лист бумаги, Да, вот это, ну, можно насквоз пройти какой, да? Но это не так, да? Основную конструкцию несет каркас бетонный, монолитный. И она рассчитана на несущую конструкцию, вот это самое, она рассчитана качественно, она выдержит. Это и практика заказала, ну, не воскребы делают, скольки этажные, да? До 90, до 100. Все это выдерживает. И металлические, и это самое. А 20 сантиметров стена, это ограждающая конструкция, который держит утепление стен наружную и фасад, фасадную. И то фасад, она держится в промежуточных бетонных плитах, основную, нагрузкой несут они. А этот между плитами, эта конструкция только держит каркас для утеплителя. Поэтому она только как ограждающая конструкция для утепления стен. Поэтому бояться тут особо не следует, а то, что утепляется снаружи, вот именно, вот это ограждающая тепловая изоляция, да? И вот это обеспечивает самое главное вот это тепло зданий. И она должна быть качественная. Вот. Очень важный момент, я думаю, качество утеплителя. Будь то это либо полистирол, либо базальтовые плиты обязательно должно соблюдаться именно использование качественных утеплителей. Нас, строители, да, в любом деле, начиная от любой конструкции сваи, железобетонной конструкции, да, ну, тот же арматуру, мы, строители, должны приобретать в первую очередь качественный материал. С сертификатом прошедшим, который отвечает и отвечает не только от этой самой санитарно-гигиенических, но и по теплопроводности, поиспользованию, согласно строительных правил, норм. Можно я добавлю? Хочу сказать, что Иван Иванович правильно сказал, что вот эта толщина стены, которая дает дополнительную нагрузку и удорожание строительства, пошли, было вызвано одним, говорится, требованием, это экономить энергоресурсы. Поэтому было принято решение, значит, идти по какому пути. Это и вот как раз фасадные системы и были изобретены. В этой части государство обезопасило и новые технологии, новые материалы. Было определено, есть ряд соответствующих документов постановления правительства Российской Федерации, где эти применения этих новых технологий и систем, в том числе и фасадных, мы можем только применять только те, которые имеют техническое свидетельство. Техническое свидетельство получают предприятия, которые обладают так называемой фасадной системой. Поэтому это тоже гарантия. Поэтому те фасадные системы, в том числе и мокрые вот эти используя полистиролы, они не просто запроектированы, это которые имеют техническое свидетельство. Поэтому это тоже одно из вопросов как качества. Другой вопрос. Утеплители, как вы говорите, Сахабазальт или другие-другие утеплители. Технический застройщик имеет право использовать только те утеплители, которые указаны непосредственно в техническом свидетельстве. Если мы хотим использовать свои, хотя вот допустим Сахабазальт, они внесли в перечень утеплителей в кроспан систему, допустим. И поэтому имеем, тоже прошли испытания, подтверждения в части как качества этой продукции, так и во время монтажа и во время эксплуатации. Хорошо. И очень кратко, Иван Иванович, все-таки вы одним из первых начали реализовать высотные здания, 16 этажей для Якутска. Это не чрезмерно или внук? Очень кратко. Очень кратко, не чрезмерно. Это же мы приняли мы сами, да, здесь работали и Минстрой, и проектанты, и жилищный надзор, да, совместно, и экспертиза, между чем мы проходим строить, экспертиза проходим, и это самое, и ученые, Кутпинист, допустим, да, и не только они, да, и это самое, какого, и раньше было расчетным путем можно было и 25 этажей строить. Якутск. Да, Якутск, можно было расчетным путем. Я хочу сказать, сдерживающим элементом высотного здания в наше время вот было только о том, что пожарная служба не могла обеспечивать пожаротушение свыше 28 метров, по-моему. Была, значит, как только наша служба пожарная приобрела вышку на 50 метров, у нас стала возможность строить вот эти высотные здания. Сдерживающий фактор это наличие пожарной вышки? Нет, еще лифтового хозяйства. Поэтому тоже является как сдерживающим элементом. В части пожарных, санитарных норм, это тоже, если не обеспечены соответствующие службы, это тоже является как сдерживающим элементом. Игорь Альбертович, к вам, как представитель крупнейшей строительной организации, как осуществляются гарантии застройщика? То есть люди, которые приходят, какие-то претензии предъявляются и так далее. На практике вашей компании как вы осуществляете гарантийную работу? По градостроительному кодексу, то есть пять лет мы отвечаем за основные несущие конструкции, три года за оборудование, которое находится в построенных нами домами. В том числе и окна, да? В том числе и окна, то есть, да. Поэтому мы при каких-то оборуженных недостатках в строительстве те дома, которые мы построили, то есть застройщики люди, приобревшие у нас жилье, то есть они обращаются к нам, пишут заявления, мы рассматриваем их заявления и стараемся устраняем эти недостатки, которые были получены, которые были обнаружены в период эксплуатации здания. Начальная эксплуатация. Начальная эксплуатация. Да, вот уже Павел Орелянович правильно говорил, что основные недостатки не обнаружатся в первый год эксплуатации. Потом их становится все меньше, то есть к третьему году их практически уже вообще никогда не бывает. И поэтому те недостатки, которые обнаружены, сначала мы где-то комиссионных, если это как регулировка окон, то есть это просто отправляет человек, который регулирует и занимается. Если какие-то сложные вопросы, то там уже комиссия определяет. С участием проектных организаций даже вплоть того, что мы приглашаем, рассматриваем. Если есть сложные какие-то ситуации, мы ее рассматриваем, но обычно такого не бывает. Вопрос решается довольно-таки просто решается. Вы лично, как руководитель предприятия, как вы оцениваете качество возводимых вами зданий? У нас вообще два направления. Первое направление это 112 серия КПД и второе направление это система Аркас. Кому он не посвящен, это что-то похожее на монолитное домостроение. Визуально смотрится так же. Это практически полностью сборная конструкция. Два вида строительства. По 112 серии, то есть она была первоначальная и то, что у нас сейчас это совсем разные дома совершенно. То есть мы очень много проектов, которые мы меняем до сих пор. То есть мы сейчас уже у нас два проекта разработаны. То есть мы ушли на пустотелую плиту. Сейчас будем новый проект строить. И на 23-й будем дом строить. У нас уже наружность огражающей конструкции будут. Они уже не теплые, а холодные. То есть толщина 16 метров. Они будут выглядеть как монолитные. и будем применять уже систему фасада либо бауколора, либо вентируем, либо мокрый фасад. Ясно. Давайте немножко подытоживая. Павел, прошу прощения, что персонально к вам не обратился, но на самом деле поддержите меня в ходе обсуждения темы допустим социальных сетей и так далее. Не обязательно по вопросам ненадлежащего качества полученного приобретенного жилья сразу писать письма Путина. Не обязательно сразу заваливать письмом главу региона. Я так думаю, что есть определенный алгоритм. В любом случае дом передается управляющей компанией. То есть на момент передачи эксплуатации назначается либо управляющая компания, либо та или иная структура, которая отвечает за эксплуатацию здания. Начните с управляющей компании. Если в управляющей компании не получилось помочь, обратитесь застройщику. Обязательно. Если отношения ваши с застройщиком не сложились как в правильном русле, то есть ваша проблема не решена, уже есть региональные органы и государственной власти, и стройнадзора, которые также сро, опять же, которые могут своими механизмами повлиять на то, чтобы застройщик в обязательном порядке устранил ту или иную недоделку. Я правильно говорю. И уже если все вот эти совсем, там уже цемент был приобретен в 76-м году прошлого века и так далее, и так далее, вот тогда, я думаю, нужно взять перьевую обязательно ручку и уважаемый Ильдархан, или что-то типа такого. В любом случае, вот этот алгоритм и те вот эти факты, на что нужно обращать внимание. В первую очередь, я считаю, что это окна. Потому что в Якутске поставщиков качественных окон, на самом деле, очень мало. Их можно по пальцам пересчитать. Обязательно нужно посмотреть гарантийные обязательства по тем конструкциям, которые применены в жилье. Срок обслуживания вот этих тех же окон, если прошло больше трех лет, как сказал Игорь Альбертович, смысла нет, уже своими силами придется регулировать ту или иную проблему. И я очень благодарен на самом деле всем участникам, которые, ну, для меня, по крайней мере, доходчивым языком объяснили те моменты, на которые люди должны обращать в первую очередь внимание. Очень счастливый для них момент. Момент заселения в новый дом. И пусть побольше будет таких моментов в нашей республике, пусть побольше строится жилья, пусть побольше строится, на самом деле, качественное жилье, за которое отвечают и представители срок, которые объединяют свыше 700 участников, и строители, и органы госвласти, и надзорные органы. Удачи вам, увидимся. Спасибо, Игорь Викторович. Игорь Викторович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.